Дорогие друзья, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы радуемся тому, что Бог нас призвал и сегодня снова Новый день для того, чтобы мы могли вместе провести это общение и вместе послужить Господу нашему, вместе прочитать Его Слово, вместе помолиться, хотя мы и раздельно. И вот мне хотелось до этого случая прочитать место из Евангелия Тиана в 20 главе. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома были, где соберлись ученики Его, были заперты. Из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам! Это был первый день недели, то есть это было в прошедшее воскресенье, когда все ученики, увидев, что Иисуса Христа нет на гробе, хотя им говорили, что Он воскрес, они некоторые из них не поверили. И когда они собрались в тот же вечер, из опасения от иудеев закрыли все двери, вдруг, написано, пришел Иисус и стал посреди их, говоря, мир вам! Сегодня мне хочется также обратиться к вами с этими словами, к вам, мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие Господа. То, что сделал Иисус Христос, совершилось, и руки и ноги Его свидетельствовали об этом. Они были пронзены за нас с вами. Иисус же сказал им вторично, мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Мы видим, что в продолжении этой беседы не было здесь одного ученика по имени Фома. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю. Мы, бывает, порой тоже такие же, но не будем осуждать Его, и Господь снова является. После восьми дней, то есть следующее воскресенье, мы можем так сказать, опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Снова ученики за закрытыми дверями, как сегодня и мы с вами. И стал посреди их и сказал, мир вам. Снова Господь говорит нам о мире. Я думаю, что этот мир, который дает Господь, он превыше всякого другого мира. Он войдет в сердца народа Божия, сегодня он войдет в ваш дом, и также скажет, и мир вам. Пусть он говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Мы с вами не видели, но веруем. И это приносит радость нашему Господу, приносит радость нам. И мы с вами блаженны, потому что мы не видим, но верим. И поэтому будем говорить о нашем Господе сегодня снова с радостью, с торжеством, о том, что Он совершил для каждого из нас. И мы помолимся Ему также в этот час. Господь всемогущий Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты продлил нашу жизнь, что сегодня мы можем снова стоять перед лицом Твоим. Сегодня снова мы можем благодарить Тебя за слово Твое, которое говорит нам, утешающие слова, которое несет в сердца наш мир. И мы просим Тебя, Господи, чтобы мы не были не верующими, но верующими, Господи. Чтобы мы наблюдали за словом Твоим, чтобы мы видели, что творится вокруг нас, и знали, что близко день Твоего пришествия. И верили тому, что Ты говорил нам, и как вчера, так и сегодня, так и третьего дня. Слава Тебе за все благословения Твои. И просим Твоего присутствия, Твоего благословения, чтобы Ты также за закрытыми дверями, Господи, посетил наши сердца. Дал нам, Господи, желание пообщаться с Тобой, поговорить с Тобой наедине. И услышать голос Твой, Господи, который снова и снова ободряет нас. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас по Слову Твоему. Ибо там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди вас. Так Ты сказал мне тогда. И мы видим, что сегодня исполняется это Слово. И там, где Ты, Господи, среди нас, мы радуемся, что Ты не оставляешь нас. Благослови во имя Твое этот ход служения, и прославься в нем наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови во имя Отца Благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Und da möchten wir einfach schauen, was uns dieser Abschnitt sagen möchte und was wir aus diesem Abschnitt lernen können. Wir beginnen. Und sie beobachteten ihn und sandten Spione, die sich stellen sollten, als wären sie gerecht, um ihn in seiner Rede zu überführen und ihn der Obrigkeit und Gewalt des Stadthalters zu überliefern. Und sie fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und das Ansehen der Menschen nicht achtest, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Er aber erkannte ihre Arglist und sagte zu ihnen, Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Däner, wessen Bild und Aufschrift hat er. Sie antworteten, des Kaisers. Er aber sagte zu ihnen, Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie konnten ihn in seinem Wort nicht überführen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Also wieder eine Hinterlist, mit der sie gekommen waren, um Jesus zu überführen, wie wir gelesen haben. Und so war es, dass Jesus, als auf dieser Erde wandelte, unter ständiger Beobachtung der jüdischen Führer stand. Und wie wir hier gelesen haben, sandten sie sogar Spione, also haben Spione auf ihn angesetzt, um ihn zu beobachten und ihn dann anhand vielleicht seiner Rede oder seines Wandels überführen zu können. Wenn wir uns dieselbe Stelle in einem anderen Evangelium anschauen, zum Beispiel in Matthäus 22, dann steht da noch geschrieben, der Vers 16, Und sie sandten ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm. Und sie sagten, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich von niemandem beeinflussen lässt, denn du beobachtest das Ansehen der Menschen nicht. Also auch hier wird noch einmal deutlich gesagt, dass sie, also ihre Jünger, also die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Anhänger des Herodes, sie hatten irgendwelche Leute bei sich, die haben sie dann auf Jesus angesetzt, als Spione, damit sie ihn quasi beobachten und irgendwie fangen in seiner Rede und in seinem Wandel. Das Interessante ist aber, wenn wir uns das ein bisschen genauer betrachten, dann stellen wir in der Geschichte fest, dass das eigentlich Feinde waren, die sich hier verbündet haben gegen Jesus. Also es waren eigentlich zwei verschiedene Interessengruppen, die einen hatten was anderes, wie die anderen im Sinn. Aber hier in dieser List oder in dieser Taktik, sie wollten Jesus beiseite schieben, sie wollten Jesus auslöschen, sie wollten ihn weg haben. Und um diese Sache erfolgreich über den Weg zu bringen, haben sie sich verbündet. Sie schlossen sich zusammen und haben dann versucht, gemeinsame Sache gegen Jesus zu finden. Und wenn wir uns das so ein bisschen von der Seite anschauen, dann können wir auch heute genau dieseselbe Phänomen auch in unserer Welt finden. In dieser Welt versucht man auch, einer den anderen auszuspionieren, irgendwie was zu finden, was man gegen ihn kann, anzetteln, anstechen, um ihn beiseite zu schaffen, wenn er zum Beispiel einem im Wege ist. Und dann werden auch zwei Interessengruppen sich zusammenschließen, auch wenn sie verschiedener Meinung sind, komplett andere Wege gehen. Aber wenn sie eine gemeinsame Sache finden, dann werden sie sich auch zusammentun und gemeinsam den Weg gehen. So wie hier die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Anhänger des Herodes. Sie taten sich auch zusammen, um gegen Jesus zu gehen, gemeinsame Sache zu machen. Und diese Spione, so wie wir gelesen haben, sie sollten sich so dahin stellen oder sie sollten den Anschein erwecken, als meinten sie es ehrlich, als sie zu Jesus kamen, um ihm diese Frage zu stellen. Sie wollten sich also quasi so hinstellen und Jesus hinterführen, und dass er es nicht merkt, sondern wirklich denkt, oh, sie kommen, sie haben wirklich Interesse, sie wollen wirklich etwas fragen. Und deshalb kamen sie auch mit so einer List und wollten Jesus hinters Licht führen. Und das Interessante ist, sie kommen hier im 21. Vers mit der Tatsache, wie es wirklich ist, und beschreiben quasi so, wie Jesus ist und schmieren ihm damit Honig um den Mund, um ihn so ein bisschen zu schmeicheln, um ihn zu umgarnen, um ein bisschen weich zu machen dafür, so wie wir gelesen haben. Und sie fragten ihn, Meister, also sie kommen schon direkt mit dem Wort Meister, und das heißt schon einiges. Wir wissen, dass du recht redest und lehrst und das Ansehen der Menschen nicht achtest, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Also sie haben ihn hier komplett beschrieben, so wie er ist, sie haben ihn charakterisiert, so wie er war, so wie er ist, so wie Jesus es getan hat, wie Jesus gelehrt hat, wie Jesus eine Person war. Und damit wollten sie ihm schmeicheln und ihn quasi weich kriegen. Und im Psalm, im 55. Psalm gibt es auch so einen Vers, im 22. Vers, da heißt es, süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg. Glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. Also es gibt solche Menschen, die einfach die Fähigkeit haben, andere Menschen mit schmeichelnden Worten so zu überführen, dass sie es gar nicht merken und dass sie meinen, sie meinen es wirklich ernst. Und in Jeremia 12, Vers 6, da warnt Gott auch den Propheten Jeremia vor solchen Leuten. Da heißt es nämlich, sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Also auch damals schon gab es solche Menschen zu Zeiten der Propheten, die versucht haben, auch die Propheten zu verführen, in das Licht zu führen. Und leider sind wir Christen davon auch nicht ausgenommen. Auch unter uns Christen gibt es solche Menschen, die versuchen irgendwie mit Hinterliste oder mit irgendwelchen schmeichelnden Worten und irgendwelchen Fragen dann die anderen Menschen zu überführen, damit sie gegen ihn etwas in der Hand haben, weil er ihnen vielleicht gerade im Auge steht oder sie gegen ihn was haben. Aber in Epheser 4, Vers 25 lesen wir zum Beispiel, da schreibt Paulus zu den Ephesern klipp und klar, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Also ganz klar gesagt, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Also Paulus schildert hier in den Ephesern genau das und sagt, wir sollen aufhören damit. Wir sollen nicht untereinander irgendwie versuchen, mit Hinterliste zu kommen, sondern wir sollen alle Falschheit ablegen und uns an der Wahrheit, an die Wahrheit halten und auch miteinander nur die Wahrheit reden. Wenn wir Probleme miteinander haben, wenn wir etwas gegen einen Bruder haben, gegen einen Bruder haben, dass wir direkt zu dem Bruder gehen und sagen und dieses Problem versuchen zu klären und nicht versuchen irgendwie über andere Wege das zu klären. Das sollen wir nicht tun. Wir Menschen können zwar vor uns Menschen verstellen oder manche Motive verbergen, aber vor Gott können wir das nicht tun und Gott sieht das und wir werden einst mal vor Gott stehen und Gott wird über uns richten. Wir Menschen werden nicht über uns selber richten, sondern Gott wird über uns richten und er wird genau alles wissen, was ein jeder von uns getan hat. Deshalb müssen wir hier vorsichtig sein. Wenn wir jetzt weiter betrachten diesen Abschnitt ab dem Vers 22, dann können wir feststellen, dass diese Spione und die Pharisäer und Schriftgelehrten eigentlich eine gute Taktik hatten. Sie haben sich eine gute Taktik ausgedacht, um Jesus zu überführen. Sie wollten ihm mit dieser Frage eine Fangfrage stellen, worauf Jesus eigentlich nur mit Ja oder mit Nein antworten konnte. Sie haben ihn nämlich gefragt, ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Auf diese Frage kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten. Und mit dieser Frage wollten sie eigentlich bezwecken, Jesus zu Fall zu bringen. Denn, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, haben sich hier zwei Parteien zusammengeschlossen. Und diese zwei Parteien haben verschiedene Interessen verfolgt. Hätte jetzt Jesus gesagt, ja, wir sollen Steuern zahlen, dann hätten die, hätte die andere Gruppe etwas gegen ihn gehabt, um ihn damit zu fangen, hätte Jesus aber gesagt, nein, wir sollen keine Steuern zahlen, dann hätte die andere Gruppe was gegen ihn in der Hand gehabt und hätten ihn direkt den Römern ausliefen können, hätten gesagt, der verführt das Volk dazu, keine Steuern zu zahlen. Damit hätten die Römer Jesus in der Hand gehabt und hätten ihn überführen können, umbringen können. Und das war genau ihr Sinn gewesen mit dieser Aktion, mit dieser Fangfrage, quasi Jesus so vor dem Volk darzustellen, dass er sich selber quasi aufgibt oder sich selber hinrichtet. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 37 von einem Mann namens Judas, der zu der damaligen Zeit auch versucht hat, einen Aufstand aufzuwirbeln. Und da können wir auch lesen, was mit diesem Mann dann auch noch geschehen ist. Also Apostelgeschichte 5, Vers 37 Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharrte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Und genau dieses selbe Phänomen oder genau diese selbe Situation war jetzt hier auch mit Jesus. Also das würde genau auch so mit Jesus geschehen. Wenn er zum Beispiel gesagt hätte, nein, wir sollen keine Steuern zahlen, dann hätte er sein Urteil selbst gesprochen. Und das Erschreckende an dieser Geschichte oder an diesem Vorfall hier eigentlich ist, ist, dass die Menschen in ihrer Bosheit zu so genialen Leistungen eigentlich fähig sind, dass die Menschen so hinters Licht führen können. Also da können wir auch schon sehen, dass das Böse in uns Menschen drin ist. Und je nachdem, welchem Teil wir mehr Raum geben, das wird dann aus uns. Und auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass wenn wir auf diese Art und Weise versuchen, Jesus zu begegnen, dass wir versuchen, irgendwie was zu finden, um ihn hinters Licht zu führen, dann scheitern wir irgendwann an diesem Punkt. Und ich erinnere mich an einen alten Klassenkameraden, als ich noch in der Ausbildung war. Das war so ein bisschen die Richtung Heavy Metal, so wie man heute sagt, ein ganz harter Typ gewesen. Und ich hatte ab und zu mal mit ihm Diskussionen gehabt über die Bibel, über sein Wort, über das Wort. Und das Interessante war an diesem Menschen, er hat die Bibel gelesen. Und das war das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, warum liest ein Mensch eigentlich so intensiv die Bibel wie er? Er kannte die Bibel eigentlich relativ gut. Aber wo ich dann mit ihm in so Diskussionen kam über manche gewisse Sachen, da habe ich festgestellt, er benutzt die Bibel eigentlich, um andere Menschen dann davon, sich quasi lustig zu machen über die Bibel, über sein Wort, über Jesus. Er hat das quasi eigentlich als Gegenteil genutzt, so wie hier die Spione kamen und wollten Jesus fangen. Und wenn wir genau das so machen, dann werden wir auch irgendwann scheitern. Wir müssen anders zu Jesus kommen, mit anderen Gedanken, offen und frei sein. In Lukas 11, Vers 10 heißt es, Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also wenn wir wirklich suchen, dann werden wir auch finden, so wie es hier heißt. Wenn wir jetzt weiterschauen in unseren Text und uns vielleicht versuchen, so ein bisschen in diese Situation hinein zu versetzen und uns so die Leute vorstellen, also da ist jetzt eine große Volksmenge zusammen, Jesus steht jetzt da mitten unter den Leuten und da kommen diese Spione, diese falschen Männer und versuchen Jesus mit dieser Frage zu fangen und alle stehen, es ist mucksmäuschen still und alle sind gespannt darauf, was Jesus jetzt antwortet. Was sagt er jetzt? Man könnte eine Mucke fliegen hören, wenn sie auch ganz hinten gewesen wäre. So kann ich mir es vorstellen, es war mucksmäuschen still. Keiner hat was gesagt, keiner traute sich was zu sagen. Alle waren gespannt darauf, was Jesus jetzt antworten wird. Und das geniale hier ist einfach wie Jesus antwortet, wie Jesus ruhig bleibt und wie Jesus den Pfeil, den sie auf ihn gerichtet haben, einfach umdreht und quasi nichts an sich hängen lassen lässt. Und dann antwortet er hier, er erkannte ihre Arklist und sagte zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Dener, wessen Bild und Ausschrift hat er? Sie antworteten des Kaisers. Er aber sagte zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Wenn wir uns jetzt noch mal bildlich vorstellen, es ist ruhig und Jesus gibt ihnen diese Antwort in dem Moment, wo er zu ihnen sagt, zeigt mir einen Dener, also er fordert sie auf, zeigt mir einen Dener, also ein Geldstück. Also sie kramen es aus der Tasche raus und zeigen es ihm bildlich und dann fragt Jesus sie, was seht ihr darauf und was steht auf diesem Geldstück und in dem Moment wahrscheinlich wissen sie noch nicht genau wo Jesus hinaus will aber es ist eigentlich eindeutig was da drauf gezeichnet war und geschrieben war das Bild des Kaisers und genau in diesem Moment da war es vorbei da war ihre Hinterlist aufgedeckt und wir lesen dann im 26. Vers und sie konnten ihn in seinem Wort nicht überführen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still also ihnen blieb eigentlich gar nichts anderes übrig außer stillschweigend ihren Mund zu machen und das einfach so sein lassen weil Jesus hatte sie damit quasi zurecht gewiesen oder dahingestellt vor dem Volk vor den Menschen er hat ihre ist aufgedeckt und das schöne an dieser Begebenheit ist dass es Jesus hier mit so einer einfachen und praktikablen Lösung einfach gezeigt hat und mit seiner Antwort hier die er gibt dann gebt dem Kaiser was dem Kaiser gehört und Gott was Gott gehört wollte Jesus eigentlich auch zeigen dass er sich mit politischen Fragen oder mit politischen Konflikten nicht auseinandersetzen will dass er sich davon fernhalten will und dass die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt auch keine politische Bewegung ist dass wir eigentlich mit der Politik eigentlich nicht viel am Hut haben und Jesu Aufgabe damals war es auch nicht gewesen den Staat umzukrempeln ein Revolutionär zu werden so wie es vielleicht viele damals erwartet hätten denn sie haben ja auf jemanden gewartet der sie befreit von den Römern von der Macht der Römern also in ihren Augen damals musste jemand kommen ein Mann der hier seinen Aufstand macht der hier jetzt alles umkrempelt und sie befreit von den Römern aber Jesu Absicht war es nicht gewesen hier mit Gewalt zu agieren mit Gewalt irgendwie was zu bewirken sondern Jesu Absicht war es gewesen die Herzen zu verändern der Menschen und das ist ein viel schwierigeres Unternehmen und das kann man nicht mit Gewalt lösen sondern das muss anders gelöst werden und nur Jesus konnte das tun und zwar mit seinem Opfertod am Kreuz und Paulus schreibt zum Beispiel den Christen in Rom in Römer 13 Vers 1 jeder soll sich der Regierung des Staates in dem er lebt unterordnen denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt und den siebten Vers fährt er dann fort Paulus gebt jedem das was ihr ihm schuldet zahlt dem der Steuern einzieht die Steuern zahlt dem Zollbeamten den Zoll er weist dem Respekt dem Respekt zusteht und er weist dem Ehre dem Ehre zusteht also jeder hat seine Aufgabe und jedem steht auch sein Teil zu und Paulus fordert hier auch die Römer dazu auf jedem das zu geben was er verdient genauso wie wir auch unsere Steuern zahlen müssen weil es der Staat sofort weil wir unter der Macht des Staates stehen aber das heißt jetzt zum Beispiel auch nicht dass sich Christen in einem demokratischen Staat nicht einbringen sollen aber es heißt auf der anderen Seite auch wieder dass wir es mit Vorsicht tun sollen und eines muss uns bei dieser Sache auch klar sein dass es nie wirklich einen christlichen Staat geben kann und aber hoffentlich wird es immer Christen geben die die sich für politische Ämter zur Verfügung stellen und versuchen also sich da einzubringen um den Staat besser zu machen denn erst im Himmel wird es einen christlichen Staat geben wenn das sichtbare hier alles aufhört und das andere Leben sozusagen anfängt das Leben bei Gott erst dort wird es einen christlichen Staat geben und wir als Gemeinde sind herausgefordert eine alternative Gemeinschaft zu bilden die sich auf der einen Seite an Gottes Ordnungen orientiert und auf der anderen Seite aber auch die Ordnungen des Staates achtet und ehrt und das ist eine große Herausforderung da sind wir ziemlich herausgefordert das ist unsere Aufgabe und wir müssen auch aufpassen dass wir das politische mit unserem Glauben sehr vorsichtig verbinden weil weil diese zwei Paar Schuhe die gehören eigentlich nicht so sehr zusammen weil so wie wir hier gesehen haben Jesus hat sich auch aus der politischen Situation herausgehalten er wollte den Staat nicht verändern er wollte die Herzen verändern und Jesus hat sich da herausgehalten und dieses Vorbild sollen wir uns auch von Jesus nehmen dass wir nicht versuchen irgendwie Politik mit der Bibel zu verbinden oder versuchen irgendwie zu sagen da steht in der Bibel so und so und deshalb muss es so und so sein es ist eine große Herausforderung auch für unsere Politiker für unsere Regierung es ist keine leichte Aufgabe einen großen Staat zu regieren zu führen und sie haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe auf sich die Gott ihnen auch gegeben hat und sie müssen auch irgendwann eins dafür Rechenschaft abgeben was sie getan haben wir Menschen wir sind oft in der Lage schnell zu reden oder viel zu reden auch schlecht zu reden zu tadeln zu kritisieren aber wenn es dann darum geht eine praktische Lösung zu finden dann bereitet es uns oft auch Schwierigkeiten und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein unsere Aufgabe ist es eigentlich jesus 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 nach folgen so wie in meiner letzten predigt als ich versucht habe auch aufzuzeigen mit den vorbildern dass wir uns das richtige vorbild nehmen sollen unser vorbild sollte jesus sein und wir sollten uns an jesus orientieren an seinem leben sollen wir uns ein beispiel nehmen und genauso auch tun und handeln wie jesus es getan hat und wenn wir versuchen uns jesus immer als vorbild zu nehmen dann werden wir ihm immer ähnlicher werden auch eins mal bei ihm dann im Himmel sein und wie gesagt unsere aufgabe ist es nicht einen staat zu verändern oder zu revolutionieren unsere aufgabe ist es die menschen zu jesus zu bringen so wie wir den auftrag bekommen haben geht hin in alle welt und predigt das evangelium und so weiter also unsere aufgabe ist eine andere jesus nachzufolgen und das zu tun was jesus getan hat nämlich menschen zu verändern und auf der anderen seite uns der regierung unterzuordnen die in unserem land ist damit wir auch hier keine schwierigkeiten haben denn jede regierung ist von gott eingegeben und wir müssen uns dieser regierung auch unterstellen und dieser regierung auch Folge leisten und in 1. Timotheus zum Abschluss noch zwei Verse 1. Timotheus Kapitel 2 die Verse 1 und 2 da fordert Paulus auch auf und sagt das erste und wichtigste wozu ich die Gemeinde auffordere ist das Gebet es ist unsere Aufgabe mit bitten und flehen und danken für alle Menschen einzutreten insbesondere für die Regierenden und alle die eine hohe Stellung einnehmen damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist das Gebet die erste und wichtigste Aufgabe und wenn wir uns das auch als Aufgabe nehmen und wirklich ernsthaft und ein jeder für unsere Regierung beten wird dann können auch noch hier Wunder und Zeichen geschehen und möge Gott uns auch dabei helfen dass wir in allen Belangen Jesu Vorbild nacheifern nachfolgen seinen Fußspuren damit wir für die Menschen hier ein Vorbild sein können und auch ihnen eine Hilfe sein können möge Gott uns auch dabei helfen und uns segnen Amen wir stehen noch auf und danken Gott zum Schluss welch ein Freund ist unser Jesus oh wie hoch ist er erhöht er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet wer mag sagen und ermessen wie viel Heil verloren geht wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht brauchen wir uns nicht zu fürsten stehen wir gläubig im Gebet da erweist sich Jesu Treue wie er uns zur Seite steht als ein mächtiger Erretter der erhört ein Ernst Gebet sind mit Sorgen wir beladen sei es früh oder spät hilft uns sicher unser Jesus fliehen zu ihm wir im Gebet sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet Oh so ist uns Jesus alles König Priester und Prophet ein gebet ein gebet ein gebet gebet er Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Обмана и вражды. И лишь любовь и мир живут В стране чудесной той, Где нету лжи, обмана и вражды. И лишь любовь и мир живут В стране чудесной той. Хочу быть верным Господи Тебе На этой разращенной своей земле. Хочу пройти весь путь земной с Тобой. Ведь одному так тяжело Пройти сквозь лучи мглы. Хочу пройти весь путь земной с Тобой. Ведь одному так тяжело Пройти сквозь тучи мглы. Хочу я жить со всеми в мире. Худая молва. В деревне одной проживали два брата. Они дружелюбными были когда-то. Пахали и сеяли, не унывая, А осенью ждали с полей урожая. У старшего брата избушка над речкой. Детишки, хозяйство, пасутся овечки. Жил младший с семьёю с другой стороны И часто звал брата на чай и блины. Однажды поссорились братья родные. И тучи нависли, теперь грозовые. Худую молву младший брат распустил, А братья недоброе, он говорил. Они не здоровались, в сердце обида. Хоть внешне никто не показывал вида. Обида меж ними так быстро росла. Во всём виновата худая молва. На сердце у них словно зимняя вьюга. Они не хотели смотреть друг на друга. Прошло с той поры уже несколько лет. Был старшему брату не мил Божий свет. Пришла ему в сердце такая идея. Он много работал, себя не жалея. Деревья рубил, заготавливал лес. Хотел он построить забор до небес. Я больше совсем не хочу его видеть. Как смог он меня так жестоко обидеть? Наверное, до смерти его не прощу. Мой дом на порог никогда не пущу. Он плотника нанял. С ним договорился. Без жала пила. Стук вокруг разносился. Брат старший, усталый, пошёл отдыхать. Что утром увидел, хотите узнать? Он вышел во двор, никакого забора. Хотел вмиг затеять с тем плотником ссору. Увидел он мост. На мосту младший брат, который сказал, «Я во всём виноват». Он брату протягивал сердце и руки. Вдруг братья обнялись и кончились муки. И плакали вместе, и слёзы текли. Какой мы урок для себя извлекли. Ответственность наша следит за собой. Что мы произносим за чьей-то спиной. Худую молву или добрую весть. Давайте хранить христианскую честь. Язык наш порою не знает предела. Худую молву мы разносим так смело. И кто-то потом горько плачет, скорбит. Разбитое сердце страдает, болит. В Священном Писании для всех говорится, Мы правилам этим должны подчиниться, Не быть переносчиком в церкви святой, И сердце своё не пятнать клеветой. Различные сплетни и слухи и толки Людские сердца колют словно иголки. Худая молва разлучает друзей, И людям становится жить тяжелее. В чьём сердце любовь, там не нужны заборы. Тому незнакомы скандалы и ссоры. Святая любовь строит счастье мосты. Что строю я в жизни, что строишь, друг, ты. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы читаем в 19 главе Лот сидел у ворот Содома И даже построил дом Выдал замуж дочерей И продолжал жить в этом городе Во втором послании Петра Во второй главе 6 по 8 стих Мы читаем Если города Содомские и Гоморские Осудив на истреблении превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам А праведного Лота Утомленного обращением Между людьми неистово развратными Избавил Ибо сей праведник Живя между ними Ежедневно мучился в праведной душе своей Видя и слыша дела беззаконные Итак мы читаем Что жители Содома Были весьма злы Были злы и весьма грешны Бытие 13 глава 13 стих Жители же Содома Были злы и весьма грешны Я посмотрел В еврейской библии написано Раим То есть Действительно злы И в греческой Пониру То есть тоже Это же слово стоит И поэтапно мы рассмотрим Падение Содома Как они живя в благоприятных условиях Стали такими Посланник Римлянам Апостол Павел говорит такие слова В 1 главе 24 стих То и предал их Бог В похотих сердец их Нечистоте Так что они сквернили Сами свои тела И как они не заботились Иметь Бога в разуме То предал их Бог Превратному уму Делать непотребство И 32 стих Они знают праведный суд Божий Что делающие такие дела Достойны смерти Однако не только и делают Но и делающих ободряют И мы видим Что действительно так и было Содомление пришедшие к дому Лота От малого до старого Требовали себе Желаемого Их плоти В послании Якова написано В 4 главе Откуда у вас вражды и распри Не отсюда ли От вожделений ваших Воюющих в членах ваших Желаете и не имеете Убиваете и завидуете И не можете достигнуть Перепираетесь и враждуете И не имеете Потому что не просите Просите и не получаете Потому что просите Не на добро А чтобы употребить Для ваших вожделений Мы видим что Жители Содома Это одна из причин Их падения Написано Они были злы Контроль над злом Человеку удержать невозможно Трудно И возможно только с Иисусом Христом Жители Содома и Гаморы Поддались влиянию зла И не сопротивлялись ему Зло стало чертой их характера И иногда очень явно Смотрят из глаз Иисус Христос сказал такие слова Иван Глеб Матфеев 6 главе 2 стих Светильник для тела есть око Итак Если око твое чисто То все тело твое будет светло Итак мы видим что Действительно Очень важно для нас с вами Увидеть зло И искоренить его в корне И вот Бог говорит такие слова Исайя 1 глава 2 стих Слушайте небеса И внимай земля Потому что Господь говорит Я воспитал и возвысил сыновей А они возмутились против меня Волл знает владетеля своего Я сел ясли господина своего А Израиль не знает меня Народ мой не разумеет И как мы прочитали в послании Кремлинам где было написано Не заботились иметь Бога в разуме Увы народ грешный Народ обремененный беззакониями Племя злодеев Племя злодеев То есть делающих зло Сыны погибленные Оставили Господа Презрели святого Израилева Повернулись назад И 9 стих говорит Если бы Господь Саваоф Не оставил нам небольшого остатка То мы были бы то же Что Содом Уподобились бы Гоморе Слушай Слушайте слово Господне Князья Содомские Внимай закону Бога вашего Народ Гоморский Исайя Уже прошло много лет Говорит о народе своем Как о народе Содомском и Гоморском В последующих проповедях Есть желание открыть И наставление всем Как избежать того Что постигло Содомля И других жителей этой местности У Изякилии написано В 16 главе 49 стих Вот в чем было беззаконие Содомы Гордости Пресвящения Праздности И она руки бедного и нищего Не поддерживала Но об этом позже Сейчас в Бытие 13.12 Жители же Содома были злые В 13.13 Человеку не знающего Бога Трудно бороться со злом Которое волнами захлестывает этот мир Но человек Как мы видим Сам выбрал этот путь И гены зла живут в нем В Бытие 2.16 мы читаем И заповедовал Господь Бог человеку Говоря От всякого дерева в саду Ты будешь есть А от дерева познания добра и зла Не ешь от него Хотя там было и дерево жизни Но человек выбрал Дерево познания добра и зла Есть два пути К жизни Жизнь и смерть И Бог говорит Избери жизнь Дабы жил ты И потом сотаем Как это произошло Что человек не внял Словам Бога Но принял слова сатаны Таким образом Зло поселилось в человеке Конечно и добро тоже Которое мы иногда замечаем Но без Бога Зло имеет преимущество И человек погрузился в это И даже познав Бога В нашем теле Гнездится Ветхий Адам Вкусивший зло И передавший его нам Апостол Павел говорит В послании к ремлянам В 7 главе 18 стих Ибо знаю Что не живет во мне То есть в плоти моей доброе Потому что желание добра Есть во мне Но чтобы сделать онное Того не нахожу Доброго, которого хочу Не делаю А злое, которого не хочу Делаю Вот так происходит С плотским человеком Со всяким человеком Который живет на этой земле Много таких людей Но выход из этого состояния Есть В послании к ремлянам В 8 главе написано Об этом Но мы пойдем дальше Если вы хотите выйти Из этого состояния То прочитайте, пожалуйста Всю эту 8 главу А мы пойдем дальше По писанию Что оно еще говорит нам Об этом состоянии Дьявол говорит Вы будете как боги Знающие добро и зло В притчах написаны Такие слова Очи Господни Они видят Злых и добрых То есть Бог видит Наше состояние Какое оно Перед Богом На сегодняшний день Очи Господни Они видят И мы помним с вами Как написано В книге Бытие В 6 главе В 5 стихе И увидел Господь Что велико Развращение Человеков на земле И что все мысли И помышления Сердца их Были зло Во всякое время И Бог Мы видим Жестоко Наказал первый мир Чтобы остановить Распространение зла И дальше мы читаем Бог говорит После того В 8 главе 21 стих Не буду больше Проклинать землю За человека Потому что Помышление Сердца человеческого Зло От юности Его Эта наклонность К злу Перешла Во всех людей Зло не умерло Вместе с потопом Оно пережило его В сердцах Сыновей И пошло Дальше По земле В бытие В 50 главе В 50 главе 20 стих Иосиф Говорит такие слова Вот вы Умышляли Против меня Зло Но Бог Обратил Это В добро Мы видим Что борьба Добра и зла Постоянно Совершается На этой земле Многие люди Сталкиваются Со злом В отношении К себе Или от себя Что исходит От тебя Добро или зло Прояви себя Дорогой друг Есть много примеров И образцов Тоже И написано В книге царств Во втором Книге царств В 11 главе 27 стих И было это дело Которое сделал Давид Зло Моча Господних Моча Господа Все знают Что сделал Давид И написано Что это было Зло В очах Господа Каждый из нас Что-то делает Живя на этой земле Но как мы это делаем С добром Или со злом В книге второзакония В 17 главе 7 стих Написано Итак Истреби зло Из среды себя Со злом Нужно бороться Как бы оно себя Не проявляло В своей жизни Его нужно В корне Уничтожить Третье царств 3.9 Соломон молится Такими словами Дорожья работа Ему сердце Разумное Чтобы судить 3 стих Не погуби меня С нечестивыми И сделающими Всякий день Всякий день Извращают слова Мои Все помышления Их обо мне На зло То есть Мы видим Что все люди На земле Имеют в сердцах Своих зло И могут употребить Его Причинив Вред Любому Из вас Я думаю Что многие И пережили И пережили Такое состояние И Экклесиас Он говорит Такие слова В послании Колоссянам 21 стих И вас Бывших Некогда Отчужденными И врагами По расположению К злым делам И вас Бывших Некогда Отчужденными И врагами По расположению К злым делам Дальше Мы продолжим Позже Что же происходит Корень Зла Написано Сребролюбие Из этого корня Много Новых Победов И ростков Мы можем Однекоторые Из них Назвать Слово Священное Писание Говорит о них Это Злоба Злодеяние То есть Делать Зло Желание Зловредность Зложелательность Злонравие Злорадность Злоречие Злословие Злоязычность Злонамеренность Мы видим Что Может быть Это еще Не все Ростки Которые Произрастают В сердце Человека Который Имеет Себе Зло И в послании Кремля Первой Главе Трисатый Стих Говорит Изобретательны На зло Что есть люди Даже Изобретательны На зло Много Изобретают Но на зло Тоже Изобретательны И Иоанн Говорит Весь мир Лежит Во зле В первом Послании Пятой Главе Девятнадцатый Стих Апостол Павел В послании К Тимофею Также предупреждает Что злые люди И обманщики Будут преуспевать Вводя в заблуждение И заблуждаясь И он говорит О состоянии людей Последнего времени Что зло Также будет процветать Злые же люди И обманщики То есть мы видим Что действительно Слово Божие Нам напоминает Чтобы Не вводились Мы в такое состояние В состояние злобы Иеремия говорит В четвертой главе Двадцать второй стих Это от того Что народ мой Глуп Не знает меня Неразумны они Дети И нет у них смысла Они умны На зло Итак Дорогие друзья Мы видим Что вот Эти состояния В которые впадает Человек От зла Могут привести К одному из путей Как Жили садомляни Марк В послании Марка Извиняюсь Иеремий еще Говорит дальше Он изображает Это так Шестой главе Седьмой стих Как источник Извергает Из себя воду Так он То есть человек Источает Из себя зло В нем слышно Насилие Грабительство При лицом моим Всегда обиды И раны Бог видит Что делают Такие люди Как источник Извергает Из себя воду Так он Источает Человек Источает Из себя Зло Даже Пилат Когда стоял Перед толпой Народа Израильского Был изумлен Тому Тем Что Тот народ Которому Иисус Сделал только Доброе Я думаю Что он Был наслышан Говорит В 27 главе Евангелия Матфея 23 стих Какое же Зло Сделал он Это он Говорит о Христе Но они Еще сильнее Кричали Да будет Распят Так люди Погруженные В зло Не видят Себя Они хотят Достигнуть Вот этого Состояния Достигнуть Расплаты Достигнуть Мести И я думаю Что действительно Так оно происходит И многие дети Божьи Также прошли Этот путь Яков Говорит Такие слова 3 глава 8 стих А язык Укротить Никто из людей Не может Это неудержимое Зло Он исполнен Смертоносного Яда Им Благословляем Бога И Отца И им Проклинаем Человеков Сотворенных По подобию Божию Много Говорит Нам Священное Писание Об этом Что живет В человеке И в послании Петра В первом Его послании В 3 главе 9 стих Не отвечайте Злом За злом И ругательством За ругательством Слово Божье Много Открывает нам Как с этим Побороться Можно И мы Прочитаем Эти чудные Места Чтобы избавиться От этого зла В 3 послании Иоанна В 1 главе 11 стих Возлюбленный Не подражай Злу Но добру Кто делает Добро Тот от Бога А делающий Зло Не видел Бога Римлянам 12 главе 17 стих Никому Не воздавайте Злом За злом Но Пекитесь О добром Перед всеми Человеками Трудно Трудно бороться Со злом Но возможно В 1 послании В 1 послании В 1 послании В 1 послании Будьте младенцы Нам все Священописание От начала До конца Повествует О том Чтобы мы Боролись Со злом Очищались От него Освобождались Исайя говорит Такие слова В 1 главе 16 стих Очиститесь Омойтесь Удалите Злые Деяния Перестаньте Делать Зло Научитесь Делать Добро Мы порой Не обращаем Внимания На эти места Но они Учат нас Учат каждый день Учат всю жизнь Потому что Зло Оно Каждый день Может Как волной Накрыть Человека И захлестнуть Его Как 9 вал Захлестывает Ладью Бог говорит Что Я накажу Мир За зло Исайя 13 глава 11 стих И нечестив За беззаконие И получу Конец Высокомерию Гордых И положу Извиняюсь Конец Высокомерию Высокомерию Гордых О гордости Мы будем говорить Еще в дальнейшем Как мы прочитали Что Содомляне Были так же И горды Марк Пишет такие слова 7 главе 20 и 23 стих Исходящее Из человека Оскверняет Человека Ибо Из внутрь Из сердца Человеческого Исходят Злые помыслы И прочее Но Начинает И злые помыслы Мы видим Что Действительно В этих стихах Мы увидим Что Оскверняет Человека Так же И злые помыслы Которые Гнездятся В сердце Человека Иоанн говорит 5 главе 28 и 29 стих Не дивитесь Сему Ибо наступает Время В котором Все находящиеся В гробах Услышат Глаз Сына Божия И изыдут Творившее добро Воскресение Жизни А творившее Зло Воскресение Осуждения Итак Подумайте Дорогие друзья Что ждет Что ждет То есть Это Иисус И ты Капернаум И нам С вами Что силы Которые были Явлены Если бы силы Эти были Явлены В Содоме И Гаморе То они бы Покаялись В прахе И пепле Но Они этого Не видели Они не слышали Слов Иисуса Христа Сегодня мы С вами Видим Эти слова Слышим Эти слова Видим Их В Священном Писании Читаем И В послании То есть Извиняюсь В книге Пророка Иеремии Написано 23 стих 14 стих Но в пророках Иерусалима Вижу Ужасное Что видит Господь Сегодня В твоем Сердце Написано Они Прелюбодействуют Ходят Во лжи Поддерживают Руки Злодеев Есть И такие Даже среди Верующих Людей Которые Поддерживают Руки Злодеев Которые Имеют Войну Против Ближних Своих И чтобы Никто Не обращался От Своего Нечестия Все они Передо Мною Как Содом И жители Его Как Гамора Вот такие Слова Говорит Иеремия Но в пророках Иерусалима Вижу Ужасное И поэтому Сегодня Дорогой Друг Если Бог Увидел Недостатки В пророках Посмотри Что Он Видит В своем Сердце Эти Люди Написано Ходят Во лжи Поддерживают Руки Злодеев Чтобы Никто Не обращался От своего Нечестия Все Они Передо Мною Как Содом И Жители Его Как Гамора И дальше Он Говорит Как Неспровергнуты Содом И Гамора И соседние Города Их Говорит Господь Эти города Были Неспровергнуты За свои Злодеяния За свои Дела Весь Ветхий Завет И Новый Завет Говорят О том Чтобы Мы Со Страхом Совершали Свой Путь И не Дай Бог Уклониться Нам От этого Пути От Иисуса Христа И мы Продолжим Колосиятам 1.22 Который Ныне Примирил В теле Плоти Его Смертью Его Чтобы Представить Вас Святыми И непорочными Перед Собою Бог Хочет Видеть Вас Такими И Следующий Шаг В изучении Падения Содома И Гамора В каком Измерении Мы Находимся В каком Ее Влиянии На нас Этой Гордости И как Она увлекла Содомлян И Гаморцам Гаморцев Мы послушаем В следующий раз А сейчас Мы будем С вами Молиться Чтобы Нам Не впасть Как Содомляне В безрассудство Чтобы Зло Не преобладало Нами Аминь Содомляне Ты Ты Искупил Мир От Греха Ты Дал Ему Любовь И Свет Зажжет Потухшие Сердца И Дал Надежду Мы Пред Тобою Предстоим И Каждый Дорог Для Тебя За Все Отец Благодарим И Превозносим Слава Тебе Величие Слава В веках И Народах Сила Твоя Безгранична Милость Твоя Во все Роды Слава Тебе Величие Слава В веках И Народах Сила Твоя Безгранична Милость твоя во все роды Бог подарил тебе и мне Любовь свою и жизнь свою И не дороже на земле Его спасенья Мы верим в свет, что светит нам Где Иисус спасенных ждет И славим Господа Христа Он жив во веки Слава тебе величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава тебе величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Своей смертью смерть попрал И от тебя не удержал Ты силой Божией постал Воскрес день третий Превознесенный царь царей Ты стал спасителем людей Тебя мы славим в этот день За воскресенье Слава тебе величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава тебе величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава тебе величие Где мне найти те слова Чтобы описать любовь Как передать чувство любви Думаю вновь и вновь Что такое любовь Любовь Что такое любовь Любовь сильна Простись врагу или брату Любовь сильна И не купить ее за плату Любовь сильна Терпеть и ждать Любить и верить Любовь одна Всегда откроет Свои двери Как же нам жить Чтоб понять Что же такое любовь Как же найти Не потерять Думаю вновь и вновь Что такое любовь Любовь Что такое любовь Любовь сильна Простись врагу Простись врагу Или брату Всегда откроет Всегда откроет Свои двери Любовь Любовь Долготерпеть Велосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится И не гордится Не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Не радуется неправде А сорадуется истине Все покрывает Всему верит Всего надеется Все переносит Любовь Никогда не перестает Я не нашел Те слова Чтобы описать любовь Я не могу без тебя Жить и дышать Мой Бог Бог есть любовь Любовь Бог есть любовь Любовь Сильна Простить Врагу Или брату Любовь Сильна И не купить ее За плату Любовь Сильна Терпеть и ждать Любить и верить Ведь любовь одна всегда откроет свои двери. Мне хотелось еще напомнить об одном муже Божием, это был Штефан, Штефан по-русски, когда он перед священниками говорил о том, что было в истории земли этой. И в 7 главе Деяния Апостолов написано, но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Авраму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Бог славы явился. Для нас также Господь является, как некогда Он являлся ученикам, мы, начиная наше служение, говорили о том, когда они были в страхе от иудеев, заперлись в доме, Он явился сам им. Бог являлся всегда тем людям, которые были послушны Ему, тем людям, которые хотели служить Ему. И вот написано, Бог славы явился отцу нашему Авраму в Месопотамии, нежели переселение его в Харан. И Бог руководил народом Своим, читая всю эту историю в Деянии Апостолов, которое написано до того дня, как написано, убили Иисуса Христа, праведника. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвестивших в пришествие праведников, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». И дальше он говорит, «И вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего в деснове Бога». И так мы видим, что в конце этого служения своего перед Богом Стефан увидел отверстие неба Иисуса Христа. Он увидел все из жизни народа израильского, из своей жизни, из жизни окружающих его. И мне хотелось бы, чтобы сегодняшний день также Господь напомнил вам еще многое, как прожили вы свою жизнь, как прожили вы эту неделю, и как вы желаете встретить Господа вашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас всех и поможет видеть Его руку, ходить в Его слове, пребывать в молитве и служить Господу, чем возможно. А именно молитвою, которая в нашем формате не предусмотрена, общая молитва. Но вы можете сегодня еще раз после всего этого служения поблагодарить Господа за Его Слово, за то, что Он по милости своей хранил всех нас и благословлял. И мы также в заключении будем молиться. Господь всемогущий, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это служение, которое имели при лицом Твоем. Слыши Слово Твое, Господи, назидаясь им, видя, что Ты заботился о народе Твое, чтобы избавить его от зла, чтобы хранить его, чтобы наблюдал народ Твой за путями своими, чтобы ходил в страхе при лицом Твоем. Храни всех нас в Твоей святой руке. Благодать Господа наш Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Езус ист ауферштанден. Паргавтих ист ауферштанден. Аминь. Паргавтих ист ауферштанден. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok